Детская каталка С заболеванием крови, которым нужна перевозка такая в лежачем положении. И у нас были всякие, конечно, там тарахтящие каталочки, а теперь у нас такая красота. А вот эта старая каталка, которой давным-давно пора на пенсию, по словам местных медицинских работников, она прослужила детскому отделению не один десяток лет. Здесь даже указаны некоторые имена. Андрей, Самсон, Света. Видимо, это те ребята, которые когда-то пользовались ее услугами. Новая кровать на колесах соответствует всем необходимым стандартам современной медицины. Два бортика для удержания пациента, поднимающаяся спинка, большие колеса. И что немаловажно, она мягкая. Сотрудники отделения выразили искреннюю благодарность Владиславу Рымше за такое ценное приобретение. Такие подарки мы принимаем не так часто. И это для нас очень значимо. Ну, чем мы можем поблагодарить? Только нашими улыбками, нашим выздоровлением. Владислав не в первый раз помогает детскому отделению. Осознавать, что ты можешь сделать доброе дело, говорит он, очень приятно. Кроме нас, взрослых, дети никто помочь не может. Поэтому мы помогаем регулярно. А сегодня мы сделали такой подарок, достаточно серьезный, на мой взгляд. Потому что именно эта вещь, она очень нужна детскому отделению. Я думаю, прослужит долгое время. После небольшой, но торжественной части мероприятия, за дело взялся клоун Алекс. Его приглашение поиграть с нетерпением ждали все пациенты детского отделения. Раз, два, три. Ребята постарше с удовольствием участвовали в веселой терапии. Миша Набиев лежит уже вторую неделю. Домой, говорит, конечно, хочется. Но выписавшись, он обязательно расскажет друзьям о том, как здесь было весело. Какая хорошая больница, какие хорошие врачи, как медсестры делают уколы, то есть не больно делают. Ну и, конечно же, он расскажет о том, как в гости к ним приходил веселый клоун со своими друзьями, которые не только могут быть деловыми людьми, но и с радостью готовы окунуться в детство. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.